На последнем собрании антинаркотической комиссии в администрации района присутствовали руководители сельских населенных пунктов, представители заинтересованных служб и ведомств. Участники обсудили результаты мониторинга ситуации с наркотиками в районе, а также механизмы информационного взаимодействия структур. По первому вопросу повестки дня о результатах оперативно-служебной деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков на территории района доложил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Руслан Хуажев. За отчетный период 2024 года на территории Кашпарвистского района по ее незаконному оборудистению наркотических средств всего лишь на всего уверены два факта по незаконному обороту синтетических, по незаконному обороту потребления синтетических наркотических средств. Всего по преступлениям, поставленным на учет в информационном центре МВД исполнителям ЕАГЕ из незаконного оборота наркотические средства не изымались. Угазаны уголовные дела, возбужденные по части 1 статьи 228-1, то есть когда человек освидетельствуется по 6,9 медицинских учреждений и показывает факт подтвердения не растительного происхождения наркотического средства, а синтетического происхождения. За 6 месяцев по 2024 году по административной ответственности по имени законного оборота привлечено 13 лиц. Руслан Хуажев подчеркнул, что только совместными усилиями можно противостоять этой проблеме и призвал всех присутствующих сообщать в полицию о фактах нарушений. Затем заместитель начальника управления образования Нурет Бричева рассказала о мерах по профилактике наркомании в школах и об итогах социально-психологического тестирования в текущем учебном году. Ведь образовательные учреждения как социальный институт располагают уникальной возможностью участия в антинаркотической профилактике, поскольку работа по профилактике образовательной организации строится с самого первого класса и до последнего по 11 класс. Наши педагоги имеют возможность беспрепятственный доступ в семьи. С точки зрения такого подхода и выстраивается единая школьная политика по данному вопросу. В проведении такой политики включены педагоги, администрации школы, обучающиеся, родители, работники правоохранительных органов, общественности. Для осуществления данной политики в образовательной организации имеются все ресурсы необходимые. Это кадровые. Школы на сегодня обеспечены педагогами-организаторами, педагогами-психологами, социальными педагогами, педагогами дополнительного образования. И совсем недавно у нас в школах появились и советники директоров по воспитательной работе. Во всех классах назначены классные руководители. К ресурсам необходимы для проведения данной работы относятся и материально-технические ресурсы. Они тоже у нас в достаточном количестве. Во всех школах, кроме одной школы, кармально-геройской, имеются капитально отремонтированные в 2021-2022 годах школьные спортивные залы. Имеются спортивные площадки, спортивные плоскостные сооружения. Не только на территории школ, но и на территории поселений, которыми могут пользоваться наши обучающиеся. Приоритетными направлениями профилактики наркомании в образовательной среде наши общеобразовательные учреждения определили. Первое направление – это организация управления и контроля системы антинаркотической работы. Для этого в каждой общеобразовательной организации имеется утвержденный план по профилактике наркомании и токсикомании. Администрация осуществляет контроль за выполнением данного плана. Определена группа риска и создана база данных по этой группе. Вопросы профилактики наркомании рассматриваются на пенсаметах. Администрация осуществляется контроль работы в школьной библиотеке в данном направлении в соответствии с планом работы. Контролируется посещаемость обучающихся школой, посещаемость уроков. Второе направление – это антинаркотическая пропаганда. Это наглядные формы работы с размещением антирекламы наркотиков. Это информационные стенды и памятки обучающимся родителям, книжные выставки, выставки рисунков, плакатов, выпуски, расклеивания листовок, освещение данной проблемы на страницах башкаловских местней и местном телевидении. Третье направление – это деятельность педагогического коллектива по предотвращению употребления и распространению психоактивных веществ. Это проведение цикла классных часов здоровья, которые направлены на расширение у детей знаний о здоровом образе жизни, на правильном питании, отдыхе, режиме дня. Следующий вопрос касался работы по противодействию злоупотреблению наркотиками в Натырбовском сельском поселении. Глава поселения представила подробный отчет. В заключении глава района призвал всех присутствующих принять данную проблему более серьезно, поскольку от быстрой и правильной реакции зависит здоровье и благополучие жителей.